привет всем смотрящим сегодня мы будем играть в очень своеобразную игру грим forest лес грим и перед тем как ее записывать я столкнулся с некоторой проблемой потому что эта игра от двух до четырех человек причем игра совершенно не предусматривает режима одного игрока так как весь интерес и вся заковырка этой игры противостояние игроков и тайных тайных выборах поэтому показать как не играется я бы смог но это было бы просто не совсем не интересно для меня самого я придумал как сделать чтобы не просто показать правила игры и как играется грим forest а еще и чтоб себе тоже было какой-то что-то что-то было интересного и так я решил что буду играть только за одного человека а два моих противника будут как бы виртуальными и играть будут случайным образом то есть я не буду видеть их ходы но они будут ну случайным образом и в принципе это нормально потому что игра достаточно сложная в том смысле как сказать не сложная по правилам элементарная по правилам но она сложная в том чтобы грамотно научиться использовать свойства карт сказок так вот первые игры все равно будут проходить примерно так же то есть люди которые только знакомятся с этой игрой будут их раскладывать более-менее наугад пока на наконец научатся их комби комбинировать и применять поэтому ничего страшного и так я играю за зеленого порося с дровами против поросей пороси натали и поросятки меры как мы будем играть я буду ходить первым соответственно по часовой стрелочке сама по себе игра механика элементарно сбор ресурсов и превращение их в домике тот кто первый собрал три любых домика выиграл но при всей этой простоте в игру добавляют много разных элементов вот такие карточки сказок плюс карточки друзей как это все будет работать вы увидите в летсплее я даже не буду объяснять правила в начале потому что они элементарные вмещаются вот на такую карточку двухсторонней есть две фазы в игре фаза сбора урожая и фаза постройки сейчас мы все это пройдемся и так первая фаза с начала раунда первая часть первой фазы на наши карьеры вернее на пастбище вернее на ферму в лес и в карьер кладутся по ресурсы по 5 4 ты соответственно ну понятно что из глины сложнее чем из соломы строить и следующей фазой мы выбираем те карты которые мы хотим сыграть в этом раунде я смотрю свои на самом деле всего три пока карты потому что у нас нет других карт мы можем сыграть только одну из карт сбора если были карты сказок в коллекции можно было бы еще одну карту сказок положить но пока ничего нету поэтому я думаю с чего начать и я наверное возьму схожу попробую начать с самого дорогого кирпичного домика это я откладываю то есть это все делается вслепую так как я играю как бы с болванчиками роботами то я не знаю какие они положат я буду вот так делать я буду перемешивать и класть карту случайным образом по идее при такой механике я должен очень легко и быстро выиграть потому что они как бы неосознанно играют и осознанно посмотрим итак после того как каждый игрок выбрал карту куда он пойдет открываются карты сказок карты сказок у нас нет поэтому открываются карты сбора и так я сюда и так что у нас происходит после того как открылись карты сбора каждый идет в соответствующую локацию я иду в кирпичный карьер натали тоже идет кирпичный карьер конечно куда же без меня и мерочка наша идет в лес после того как они пошли с собой происходит сбор ресурсов первый тоже очень простые потому что никаких карточек кроме элементарных нету что происходит если два человека два поросенка пришли в одну локацию делятся пополам загруглением вниз то есть мне единичка натали единичка и единичка остается в карьере тут кто пришел один забирать все ресурсы после как мы собрали ресурсы заканчивается фаза сбора и в принципе все заканчивается фаза сбора и мы переходим к фазе строительства смотрим что у нас есть за ресурсы и что мы можем делать фаза строительства у каждого героя есть всего два действия из четырех он может построить одну секцию домика взять карту сказок взять какой-то один ресурс или выполнить специальное действие на карточки помощников пока у нас их нету стоимость строительства два ресурса за подножку за 4 за стену 6 за крышу все очень элементарно что мы можем сейчас сделать я первый игрок я думаю у меня всего лишь один это я не могу ничего построить соответственно я могу взять или карточку или ресурс или две карточки или два ресурса то есть любой в любом порядке не обязательно разное я беру 2 карточки сказок и мне выпадает так пусть моих соперники не видят не смотрят зритель пусть посмотрит так у меня выпало мой как-то попалась продвинутая их удалял еще я перед раскладыванием удалял все адвенция карты продвинутые чтобы попроще было но видимо одну просто просмотрел опускай будет так у меня две карточки и вот только такого типа я потом расскажу как когда их сыграю покажу как они работают итак я потратил свои два действия переходит ход к натали она тоже ничего не может построить она берет одну карточку сказок и один кирпич и и мир очка у нас может построить за два дерева сдает два дерева два сдачи получает она может построить подножку первого деревянного домика что он не может взять 2 деревянный домик потому что пока недостроен один нельзя начинать новый того же типа можно начать соломенный и каменный но и второй деревянный начать уже нельзя и первым действием она построила и вторым действием она берет тоже карту сказок все на этом заканчивается все идут по домам эти карты тоже забираются соответственно и так заканчивается ход после этого идет пополнение ресурса соответственно каждый раз будет одно и то же пополняться единственно что то что не забрали она растет уже становится выгодно и то есть по идее можно предсказать кто куда ломанется его здесь как бы начинается самый интерес приходит 2 тур и я планирую куда я пойду с одной стороны хочется взять 10 сена но скорее всего туда пойдут пойдет народ поэтому у меня есть что у меня есть есть две карты сказок она называется harvest moon лунный выражай что это как и как правильно перевести так у меня есть две кажется карты сказок одна вот это навороченная она с часиками она означает что у нас работает только в следующий ход и как она сработает если я ее открываю то я должен заплатить два ресурса или сбросить эту карту но если я заплачу то в следующий ход я могу удвоить количество собранных ресурсов то есть допустим я встречал соберу там пять пшеницы и у меня будет 10 за счет этого все эту карту будут видеть то есть она открывается идея действует на следующий ход но я ей воспользоваться не могу по той причине что не смогу заплатить два ресурса так как у меня только один кирпич и вот эта штучка красивая карточка harvest moon в конце сбора получите половину ресурсов с округлением вниз из локации где никто ничего не собирал круто я применяю я возьму эту карту и в принципе я наверное схожу в пшеницу потому что по логике в пшеницу должны сейчас все ломануться и мне в любом случае останется что-то или кирпичи или за счет вот этой сказки и так я кладу карту сказки harvest moon и сбор пшеницы ходит натали она кладет разумеется эту сказку потому что она а вот куда она пойдет собирать это вот так и то же самое здесь все походили сейчас раскрытие когда есть карты карты сказок они раскрываются первыми до раскрытия карт сбора и так моя карточка так кстати первый игрок уже должен быть натали второй тур и открывает она мы все раскрываем карты сказок ох у них по выходила и так мою вы знаете что у нас вышло у натали в конце сбора если вы один в локации получите два дополнительных два дополнительных действия в течение фаза строительства офигеть хорошей карточкой но это надо есть чтобы повезло чтобы она была одна в локации и так и у миры у нас мистический странник в конце тоже фазы если вы один локации получите карту у друга отлично прямо все такое тематическое сказочное примут с меня напоминает из властей на колец когда хоббиты были в какой-то таверны и там пришел их странник им и если это сработает то типа будет друг с ними ходить так раскрыли все они срабатывают в конце но так получилось что все свойства срабатывают в конце сбора поэтому мы ждем конца сбора дальше открываются карты сбора я иду пшеницу куда пойдет натали вот тоже в пшеницу я же говорил что все ломанутся в пшеницу так и мы с натали опять вместе и наш мир очка идет в кирпичный забор кстати очень удачно что происходит после этого мы собираем свои ресурсы нам достается по 5 пшенички милочки все кирпичи и дальше раскрывает раскрывается свойства наших карт потому что они срабатывают в конце фазы сбора моя сантали она первый игрок если вы одна в локации получите два дополнительных не получит потому что она не одна в локации оказалось и карта одноразовая она сбрасывается сброс у нас будет ну допустим там дальше умер и если вы одна в локации получите карт друга она одна локации соответственно карта сыграла и она получает карту друга что такое карта друга карта друга можно иметь только одну и она кладется рядышком с местом и она действует каждый каждый ход ну зависимости что тут написано вот ей выпал пинокки в начале раунда в общем это помощник очень такой своеобразный не не знаю насчет полезности перед началом и должны сказать какую карту сбора будете использовать другим игрокам если вы сказали правду то вы получаете два ресурса любого типа но который в этой локации про вырабатывается то есть короче говоря если я выбрал допустим лес я действительно пошел в лес они соврал я получу не 4 допустим а 6 классный помощник но как бы если ты врешь что соответственно запутать можно человека других в общем в данном случае в наш с виртуальной игрой он как бы бесполезный и каждый раз когда кто-либо берет друга он может либо взять его себе либо подсунуть кому-то другому почему это важный момент я объясню кстати дело в том что я посмотрел несколько лет сплеев по этой игре практически никто не играл правильно самый популярный очень очень красивый классный вид сплей понятой игре с четырьмя игроками они играли совершенно неверно и это раздражало всех потому что они ключевой момент использования правильно если не помещали злодеев после того как все походили а это как бы ломается игру но не суть важно то есть она получила пиноккио и ну пускай будет у нее пиноккио пока так куда положить чтобы было видно так у мира сейчас друг пиноккио и будем считать что она будет говорить правда я не знаю но посмотрим кстати тоже можно рандомайзом сделать наугад так и срабатывает моя карточка в конце сбора получите половину ресурсов оттуда куда никто не пошел никто не пошел в лес я благодаря этой карте получаю на халяву два дерева отлично у меня карта сработала у кого-то там еще сработало но тем не менее сработало но не очень хорошо после того как все это разыгралась начинается опять фаза строительства и у нас есть два действия ходят начале натали что у нее есть у нее есть два кирпича и 5 пшеницы первое действие на тратить два кирпича чтобы построить площадку для дома кирпичного и еще тратить два две пшеницы сдачи чтобы построить площадку для будущего пшеничный пшеничного соломенного дома так что ходит делает мира у нее есть два дерева и 4 за первое действие она покупает площадку под каменный дом а за второе действие берет карту сказок и мой ход я не когда сказок принципе есть еще хотелось бы конечно но у меня еще вообще никаких средств на я попробую по-своему я возьму опять две карты так нет одну карту сказок и построил деревянную подножку начнем строительство как ни странно я пока отстаю наши виртуальные девушки впереди так и на этом фаза строительство заканчивается что у нас происходит пока ничего переходит первый игрок к мире и мы собираем своих товарищей до дому их поросяток до дому так дальше пополняется локации сбора и мы снова планируем следующий ход у меня что-то выпало новое у меня выпало так это у меня есть у меня выпало карточка крис шарк кристаллический шар выберите одного игрока и в общем я с этой картой могу посмотреть карту сбора до до открытия у другого игрока и после этого передвинуть себя куда свою и поменять свою карту сбора это очень как бы хорошая карточка я наверное ее и буду применять так еще у мира на 1 ходит у нее есть пинокки у нас стартует новый раунд и срабатывает ее друг начале раунда она должна сказать какую карту сбора она будет использовать если она скажет правду то она получит два ресурса в этой локации но так как мы играем так она будет у нас скажет допустим она скажет ну она допустим скажет что в деле пойдет в лес так чтобы нас как бы запутать на пойдет лес и кладет одну карту сказок у меня есть карта сказок я уже выбрал шар и я наверное пойду в принципе дерево но у мира сказал что пойдет тоже в дерево 4 вдруг она врет если нет ноги есть а если не врету принципе на два ресурса получит пойду я на а у меня же есть как вот это шар шар поэтому я могу будет посмотреть поэтому я выберу пока пшеницу а потом посмотрим может быть поменяем так и ходит натали у нее нет карточек сказок поэтому она будет просто так так все походили открываем карты сказок начиная с первого игрока так огонь и что-то выпало в конце у нас работает в конце фазы сбора поэтому пока не смотрим а у меня срабатывает когда раскрывается при раскрытие выберите любого игрока и и посмотрите его карту сбора сбора затем можете поменять свою так кого мне посмотреть я наверное посмотрю мир и она обманула она пошла вместо леса в пшеницу и у меня тоже пшеница соответственно я сейчас с помощью этого шара скидываю его и меняю свою свою карту сбора на дерево на лес это уходит отлично помогла мне очень эта карточка отличная карточка дальше что происходит дальше так как это срабатывает в конце фазы то мы открываем наши сборы я иду в лес натали идет кирпич и мира идет пшеничное поле отлично все пошли по разным местам дальше мы собираем ресурсы всем досталось все так кирпич натали мне куча дерева и пшеничка мире дальше конец фазы сбора происходит срабатывает карта сказки о мир и если вы один локации вы можете взять один случай одну случайную карту сказки от другого игрока из рук из друг другого игрока ого что-то нехорошая так а у кого карты сказки есть карта сказок есть только у меня то есть в принципе она забирает у меня с помощью этой карты забрала у меня карту сказок я конечно знаю какая она есть так хорошо все сработало это конец фазы и идет снова фаза строительства что мы можем построить первой мира и что она делает она строит за два сдача подножку для домика для домика соломенного и вторым действием ничего не хватает старым действием берет еще одну карту скажет так я у меня есть возможность потратить 4 дерева чтобы купить стенку и когда мы берем стенку то при строительстве стены любому дома я могу взять карту друга и что мне выпало венцель и гретель так холодные фазе строительства все оппоненты у всех оппонентов стоимость строительства становится на один ресурс больше и они должны давать этот ресурс вам офигенный офигенный друг пока у меня этот друг есть вот он лежит каждый другой игрок при строительстве должен будет платить на одну больше этим ханселем с гретелю и мне будет ресурс приходить отлично просто отличный помощник я рад что его взял и дальше у нас я построил у меня еще одно действие есть я строю за 2 еще соломенную подножку так есть я построил и фазостроительство натали что она может сделать у нее немножко не хорошо а она может взять одним действием ресурс пшеницы и и за 4 а уже не может потому что у меня этот заберет один ресурс она не сможет построить тогда что же сделать она возьмет две карты сказок и мелочка уже ходила до они все так собираем народ и начинается новый раунд в начале раунда мира должна сказать куда она пойдет но она скажет что пошла типа в кирпичи так дальше мы должны выбрать свои карты я не глядя мешаю одна карточка и 1 карточка сбора и то же самое здесь прикольно кстати играть так с виртуальным противником не знаешь что они выкидывают и в принципе не искусственный интеллект но типа того так и сейчас у меня нет карт сказок поэтому я думаю просто что мне выгодно делать с одной стороны я могу достроить домик и получу бонус вот этот кто первый достроит домик одного типа он получает вот такую планшетку бонуса он дойдет объясню и так поэтому мне нужно дерево меня и не мутствуя лукаво идут за деревом все идет раскрытие так я кстати первый игрок у меня нет карт сказок поэтому раскрываются сказки моих конкурентов о итак у натали волк как только появляется эта карточка она по и получает вот такую фигурку волка и дальше перед сбором ресурсов если любой игрок встречается с волком то потеряется все ресурсы кон которые он мог бы собрать здесь то есть в этом в этом там где окажется этот волк короче не никто не получит ресурсов мы скидываем а вот эту карту волка срабатывает и сейчас игрок который получил это он должен пасад посадить куда-то этого волка единственное что как это сделать случайным образом но я-то знаю свою куда я пойду то есть я как бы не заинтересован положить а как случайным образом сделать и она сама не по идее она должна знать то есть натали знает свой сбор поэтому мы посмотрим у нее тоже дерево поэтому она хочет положить или сюда или сюда ну есть такой кубик в игре он для другого предназначен но мы будем использовать для искусственного интеллекта дерево не годится пшеница и так она отправляет волка поля дальше срабатывает сказка мир в конце но она срабатывает в конце фазы ладно так раскрываем сейчас наши карты сбора и смотрим кто куда идет я иду за дровами натали за дровами и мерочка идет за пшеницей и она соврала что пойдет в карьер поэтому не получают дополнительные ресурсы она вообще ничего не получает потому что так волк а это ресурсы выбираются ли остаются на следующий ход уничтожаются все ресурсы до того как он может их собрать то есть волк все забрал после этого волку бы уходит так мы собираем соответственно нам пополам по два дерева нормально и что еще происходит сейчас в конце фазы срабатывает карта сказок мир очки вы можете дать до 3 ресурсов любого типа другому игроку и должны взять у него такое же количество ресурсов любого типа так а выгодно это или нет ей выгодно и смотрите что делать она берет три пшеницы отдает их мне и вместо этого забирает три дерева вот вредительство какое я не смогу сейчас крышу достроить из-за этого ну что за за это зато я смогу стенку этого ничего сработала это вредная карта но на принципе так скажем не сильно вредная но тоже подпортила мне планы очень даже хорошо так и все сыграло сейчас приходит фаза строительства и мои хранцы же гретель уже греет ручки и так я первый игрок я не смог построить крышу из-за мира построить крышу домика поэтому строю за четыре стены соломиного домика и так как я построил стенка должен взять еще одну карточку друга мне попала синдерелла золушка магический кучер так что она делает после того как раскрываются карты сбора переместите ваш итак это очень своеобразный помощник он перед тем как мы начинаем сборы благодаря этому помощнику я могу взять половину ресурсов и свои локации и только потом происходит все как обычно то есть грубо говоря допустим есть какой-то локации 6 ресурсов я пришел туда с помощью другов синдерелла забрал 3 и потом раскрываются карты сбора и если там допустим кто-то еще есть то это делится пополам уже три они 6 я уже как бы заранее забрал такая вот золушка своеобразная классная помощница но мне мои хансы гретель нравится больше потому что потому что ну я короче хочу 2 иметь нельзя это классная но я вынужден ее кому-то отдать и но отдам натали чтобы у всех было честно потому что заменять этого как бы он бесполезный пускай будет у натали такой помощник такая помощница это я сделал дальше у меня еще второе действие есть я возьму карту сказок ходит натали что она может сделать она может построить ничего на может не не может построить единственное она может построить даже это не может из-за того что не может заплатить не ресурс дополнительный так она берет одним действием ресурс дерева и вторым действием строит подножку деревянного домика платит 21 мне за счет моего друга так потратил все действия и умерли у нее есть возможность построить стенку деревянного домика за 4 единицу мне и она строит стенку домика когда она строит стенку домика она также получает карту друга и ей выпадает том какой-то там начале раунда вы можете взять один ресурс из локации по вашему выбору это классный классный гораздо лучше чем пинокки а поэтому мира скидывает пинокки оставляет себе дома а пинокки уходит хотя в принципе она могла бы мне его подсунуть вместо моих замечательных хансы и гретель так два домика здесь построили два так это одно было действие и второе у нее действие есть она может взять карту сказок отлично все мы разбираем наше добро пополняется волк уходит пополняется рыночек и что у нас происходит начало раунда в начале раунда вы можете взять один ресурс из любой локации по вашему выбору что нужно у нас мир очки один ресурс ну я даже не знаю но возьмет изменяем на 3 и она возьмет за счет своего нового друга один кирпич так этом начале кто был первый я был первый значит приходит сюда первые натали ходит и у нее есть синдерелла но она пока еще не срабатывает так так она тратит карту сказок будет сюрприз самое делает девочка и буду я думать так кирпичи это много но нужны ли нам принципе нужны но я хочу достроить все таки один домик и мне не хватает всего одного поэтому я схожу в лес и у меня есть карточка выпало большой плохой волк в конце фазы сбора все игроки которые находятся вместе с этим большим злобным волком должны разрушить одну пшеничную или деревянную часть своего домика по моему выбору офигенный это кого-то поймать это очень даже интересно итак это в конце сбора ну и я наверно схожу за деревом есть так все походили сейчас начиная с первого игрока мы скрываем все наши карточки сказок и первый игрок у нее срабатывает в конце фазы а вот у меры на раскрытие можете заплатить два ресурса или сбросить эту карту заплатить на два ресурса но тогда на следующем ходу она получит удвоенную сборку попробуем на тратит 22 кирпича и реактивирует от этого эту сказку у нас работает следующем ходу вот часики дальше у меня тоже в конце срабатывает фазы единственное что когда по правилам когда я беру карту раскрывается карта монстрово значок такой глазика я должен сразу разместить его в какую-то локацию итак куда же я его размещу ну я собираю дерево поэтому мне туда не надо я отправлю ее его в кирпич кто позавится на кирпич что-то получит плохое что-то так дальше дальше мы раскрываем наши карты сбора я иду в дерево это лиза пшеничкой и в милочко за деревом забавно так ладно я иду за деревом пшеничка дерево так дальше происходит что у нас сбор никто не попался на большой на на волка большого поэтому никому ничего не страшного не произошло эта карточка сбрасывается то есть в конце фазы сбора сейчас мы собираем то есть натали достается это нам по два стоп синдерелла помощница после раскрытия карт сбора переместите в вашу локацию и получите два ресурса перед тем как но так как она одна то есть я в принципе не помогло дальше нам по две по два дерева и волк не сработал скидывается так сейчас у нас нужно отработать еще вот эту карту натали смотрим что она делает в конце фазы сбора все игроки в вашей локации могут продать два любых ресурса и поменять их на три других вот отличная карта для всех так благодаря этой карты мы можем с натали сейчас любые два ресурса поменять на три любых ресурса у меня есть шесть этих в принципе я не особо не особо менять не надо единственно чтобы только увеличить так я наверно поменяю пшеницу так два любых ресурсов для трех других типов ресурс ну я поменяю 2 пшеницы на 33 кирпича кирпичи всегда в цене натали будет ли менять она и в принципе не выгодно потому что и нужно достроить хотя почему не выгодно она тоже сделает 2 2 пшеницы на 3 кирпича отлично эта карта сработала дальше сбор мы сделали все сделали переходим к стали в стадии строительства натали у нас строит за 5 стеночку 4 уходит на постройку и единичка уходит мне за счет ханса ханса для греты это одно действие и вторым действием она достраивает так она берет кстати за счет сынка друга ей выпадает берлина даже таких сказок не знаю если честно после раскрытия карт сбора один раз за раунд вы можете случайным образом выбрать из ваших не используемых карт сбора и поместить н и двинуться в эту локацию а то есть это позволяет переместиться гибко это очень крутой помощник ей конечно соблазн заменить мою ханса гретель можно а можно себе по делать у нее нет уже неплохой помощник вот это же не знаю она наверное все таки подкинет мне потому что сейчас начнется как бы продолжается фаза строительства и не хочется платить на она заменяет подкидывает этого помощника мне и я вынужден скинуть ханса гретель которых которые мне нравились так хорошо это правильно сели точки зрения ход по идее и вторым действием она может построить стенки для за 4 и уже не надо платить мне потому что уже помощник ушел 42 сдачи и она строит стенку домика домики шикарные и тоже берет еще одного друга ей выпадает дровосек особое действие то есть спешил экшен это особое действие которое можно выполнять в качестве одного из двух действий в каждый раунд получите два дерева и поместите и и поместите два дерева в лес будет дрова рубить либо забросьте эту карточку чтобы отменить эффект одного монстра то есть можно допустим от волка избавиться при случае это отлично и она берет ее себе место место золушки личный товарищ тем больше она будет дерево достраивать это очень даже неплохо отлично сходила дальше ходит строительство у нас у полу мир очки о чем она ничего не собрала где а где ее ресурсы не понял так она в дерево она 22 дерево получила правильно и что она может сделать она ничего не может сделать так помощник и и она забирала но она построить ничего не может поэтому она возьмет наверно возьмет наверно две карты две карточки сказок и так начиная уже путаться за троих играть очень сложно я сразу как бы предупреждаю что я подтормаживаю это из-за того что я пытаюсь за всех хорошо играть понятно что у меня лучше получается за счет того что я как бы осознанно играю с другой стороны именно но не намного и лучше так фаза закончилась переходит ход у всех уже за и появились помощники плюс в этом ходу сработает медвежонок у милочки удваивает любой сбор который она сделает отлично так 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 не тормозим до к начале раунда у нас пополняется все кирпичей уже там не в проворот начале раунда она может взять одно ресурс из любой локации но возьмет еще один кирпич дальше у нас срабатывают не в начале дальше мы выбираем карточки которые будут у мира тебе если повезет так у нее уже куча карт сказок у натали нет карт сказок что она будет играть за счет своего дровосека и у меня у меня кстати тоже карт сказок нету поэтому я думаю куда и сходить кирпич у меня всего много я в принципе пойду за кирпичами и чтобы достроить уже домик наконец так хорошо это мы сделали дальше раскрываются карты сказок она то есть только у мерочки и это дружеская игра в конце сбора фаза возьмите два ресурса по вашему выбору от одного из оппонента вашей локации но это посмотрим еще попадется там кто-то или нет так раскрываются наши локации так мое а перед тем как раскрываются карты а после того сейчас посмотрим кто чего кажется у меня кирпичи наталия за сеном и мира за кирпичами сейчас принципе я благодаря этой карте могу перелететь куда-то но я не хочу перелетать я не буду пользоваться этим игроком этим другом и мы отправляемся каждый и синенький суда так это мы все сделали сейчас идет сбор мы делим пополам милочкой антали забирает все и конец фазы так как у не умер из карт сказки срабатывает в конце то она берет два ресурса по вашему выбору от оппонента которые ваши локации она попала со мной локации то есть она берет два ресурса у меня что ей нужно ей нужно по идее дерево она заберет чтоб я опять не достроил и эта карточка сработала вредительская игра и так закончилась фаза сбора и начинается строительство так она построит первое у нее наконец то есть возможность построить за четыре стенки каменного дома кто кстати думающий до сих пор не достроил и она берет карточку друга что у нас попадается пусть и in boots код сапогах особое действие классный воришка она может построить секцию дома используя один ресурс с планшет другого игрока очень прикольный друг так ставить оставляет себе оставить себе вместо этого навредить то же самое принципе ресурс получают но еще и вредит другому игроку и я забыл использовать вот эту карточку удваивает сбор что она собирала она собирала кирпич и она собрала три кирпича значит она берет 6 кирпичей еще три у нее есть так одно действие она сделала и она может еще построить не хватает и на крышу для домика и она наверное возьмет еще одну карту сказок так моя фаза строительства я опять не смог достроить крышу потому что у меня постоянно кто-то подворовывает ресурсы но ничего я тогда построю платформу для платформу для каменного дома и вторым действием там действием возьму в карту сказок так и стоит фаза строительства у натали она может использовать свойства своего дровосека как но вначале она построит соломенный домик 6 у нее накопилось 6 ресурсов и она закончила соломенный домик и соответственно получила вот эту плашку и она может по выбору взять бонусом либо карту друга либо две карты сказок либо каждого по одному ресурсу разумеется возьмет две карты сказок у них как раз нету 1 2 отлично и второе действие у нее есть она может воспользоваться своим другом и взять два дерева и плюс два дерева еще добавляются в лес лично так я немножко устал у меня в голове уже троится поэтому я хочу сделать небольшой перерыв и окончание партии смотрите в следующем видео